Всем привет! С вами снова Эмар Клигобой и это мой очередной влог. Не помню сколько с прошлого раза изменилось. Я сейчас, как вы видите, уже почти достроил второй этаж на стене и, соответственно, дворце. Додел весь полностью первый этаж. Сделал его, также сделал вот дерево. Вот такое дерево, оно достает, естественно, до второго этажа. И здесь будет такая растительность на всей этой зеленой пластине. Также еще будут растения, ну, цветочки беленькие, но они как-то не будут красиво посажены. И здесь будет огорожено. Это будет как, типа, ну не клумба, но огороженная часть такая зеленая. А здесь будет, ну, точнее, уже не будет такой растительности, оно будет редко встречаться. Может, вот такие детальки, то есть просто присоединенные. Потому что здесь будет происходить битва, будет типа все затоптано. Ну, я еще продумаю этот момент. Посажу, естественно, здесь. Ну, не посажу, сделаю. Здесь растительность, то есть вот в этой части серой за статуями, чтобы хоть как-то они, ну, как-то из кустовка выскорчали. Ну, прикольно, чтобы было. Дальше, еще где растительность будет, будет вот отсюда с этой, я не знаю, как это, типа, с этого этажа свисать тоже, типа лианы. Будет, думаю, прикольно. Такс, насчет вот этих креплений. Здесь у меня будут палочки, но не такие, а сейчас у меня, по-моему, я их куда-то положил, я уже не помню, такие длинные палочки будут. Не знаю их предназначения, пока еще не придумал. Может быть, для чего-то они реально будут сделаны. Может, какие-нибудь навесики будут. Для чего, пока я, ну, пока неизвестно. Такс, дальше, я доделал уже крышу. Здесь, как вы видите, нету дырок, потому что я сделал 1 на 4 кубик, вставил, и как раз вот нету дырочек. Идет, типа, ступенечками. Ну, прикольно смотрится. Также здесь почти сделал второй этаж, он будет немножко поднят. То есть, вот этой дырки, вот этой не будет видно из-за того, ну, из-за крыши. Вот как здесь. Только я бы хотел... Ну, это я уже потом продумаю, чтобы она была на одинаковом уровне. Но, думаю, вряд ли получится. Придется все-таки этот чуть на один блок повыше поднять. Тогда полностью будет закрываться. Ну, посмотрим еще этот момент, пока я не продумал. Потом над ним буду думать, сидеть. Пробовать, что же получится. Дальше сделал перила, поручни. Использую золотые конусы и бежевые пластины. Один на восемь, на десять, на двенадцать, на четыре, на шесть, на два. То есть, ну, любые. Простой здесь. Простая конструкция. Ничего, в принципе, сложно. У меня много конусов. Я их заказывал с ebay. И все, мы мне прислали. Вот как раз использую их сейчас. Пока еще не знаю, что делать. Вот с этой конструкцией и с этой. Здесь тоже какое-то ограждение хочется. И, возможно, ступеньки, чтобы сюда можно было заходить. Но пока еще не придумал. Возможно, это просто крыша будет. А вот сюда как раз-таки сделать, может, тоже лестницу винтовую. Как вот здесь сейчас я покажу. Ну, посмотрим. Этот момент я еще не продумал. С этой стороны. Так, ну, плохо видно. Когда я переверну, уже будет получше видно. Сейчас просто темно очень, да? Ну, да, немножко темновато. Так, свет. О, работает. Так, вот как я сделал. В принципе, выглядит неплохо. Есть также поручни, чтобы не упасть. Перила. Такой небольшой дизайн. Есть также, типа, вентиляционная шахта. Ну, именно вытяжка сама. Выходит. И здесь тоже арочные. Ну, не двери. Это просто проемы с одной и с другой стороны. Как раз они симметрично смотрятся. Здесь есть фонарик. С этой стороны надпись непонятная. А с этой, вот как раз фонарик. Так. Дизайн пола. Ну, вы, в принципе, видите, какой он. Отсюда будет получше он смотреться. Он одинаковый везде. Ну, нету, правда, этой бежевой, не бежевой, а серой полоски. Один на шесть. Но одинаковый пол. Что там, что там. Только здесь открытая стена будет. Естественно, здесь будет поручни. Ну, не поручни, а преграда, чтобы не упасть. А здесь закрытая уже идет закрытая часть. Ну, это как бы идет стена самого дворца, а не просто стена на площадь, которая смотрит именно уже стена основного здания. Поэтому она закрытая. С этой стороны будут идти только рамки, выходящие в какой-то зал. Я еще не придумал. Так. Чтобы подняться, нужно забраться, ну, просто подняться по вот этой лестнице. Я ее поднял на три ступеньки. И, ну, естественно, закрутил. И вот как она выглядит. Теперь она, можно сказать, в неподвижном состоянии. Я ее закрепил здесь и внизу. И теперь она в неподвижном состоянии. И смотрится очень классно. Мне нравится. Закрепил ее. Все сделал. И лестница реально выглядит круто. Ну, когда я постройку уже переверну опять на 180 градусов, будет получше это видно. Так. Что я еще хотел сказать по поводу верха. Сверху, вместо того, что... Ну, кроме того, что я хочу сделать здесь купол зеленый, если у меня, правда, получится. Может, у меня еще не получится. Я переделаю, просто крышу сделаю. Вот как раз вместо этого, если не получится, я хочу сделать небольшую платформу взлетную или посадочную. Такс. Вот у меня есть два прототипа. Я пока не знаю, какой из них выбрать. Так как вот это у меня все детали треугольниками, которые есть. Поэтому я не знаю, где их взять. Может быть, за месяц я где-нибудь приобрету. Может быть, вы мне пришлете, кому не трудно. Адрес будет в описании. То есть, ну, вот такие обычные детали. Кто, ну, увидит, тот поймет, естественно. Кому не жалко, по 2-3 штуки там, я не знаю. Если у вас есть, пришлите. Как раз доделаю до конца эту платформу. И будет очень круто смотреться. Наверх я на крышу поставлю. И там будет какой-нибудь корабль, возможно, даже ганшип. Потому что это уже, вот эта битва происходит во время войны клонов. Будет джедай и, возможно, какой-нибудь отряд из клонов. Возможно, нет. Я еще продумаю. Также еще, возможно, такой вариант платформы. Но он небольшой. И сюда я не знаю, что поместится. Только, может, какое-нибудь орудие. Или маленький истребитель. Пока еще не в курсе. Но, естественно, его можно расширить здесь. Он будет шире смотреться. Пока тоже еще я над этим не думал. Но вот есть два варианта пока. Такой и такой. Свои варианты тоже предлагайте в комментарии. Может быть, есть у вас фотографии. Присылайте в мою группу ВКонтакте. Там я все обязательно просмотрю. Интересные записи будут опубликованы. И насчет комментариев. Я отвечаю практически на всех, кто пишет. Но некоторые мне пишут. И, наверное, замечают, что я им не отвечаю. Это не потому, что я не хочу вам отвечать. Потому что я просто не могу вам отвечать. Так как вы закрыли свой доступ в комментариях. И вам никто не может ответить. И, возможно, даже ваши записи никто... Ну, комменты ваши никто не видит. Поэтому откройте, у кого они закрыты. И тогда я спокойно смогу вам ответить. Многие мне так присылают. Меня это бесит. Я хочу им ответить, но не получается. Поэтому, ну, как бы, это вроде и не мои проблемы. Ну, и хочется их как-то исправить. Решить такс. Дальше. Последнее, что... Извиняюсь. Последнее, что я сделал, это фонтан. Ну, точнее, каркас фонтана. Только его. Вот каркас. Он будет такой. Внутри будет засыпано маленькими голубыми пимпочками. Ну, такими только прозрачными. Голубыми и белыми. Возможно... Да что такое? Возможно, синими. Сверху здесь еще будет тоже какая-то деталь. Возможно... Господи! Извиняюсь. Возможно, как огонь будет только голубого цвета. У меня есть такая деталь. Может быть, нет. Посмотрим. Но чтобы это выглядело как фонтан, так же будут дорожки проведены. А может, будут и не проведены. Посмотрим. Я еще не знаю, какой будет дизайн полон. Так как если... Хотя я не придумал, да, честно. Потому что здесь будет клумбы. Как вот, типа таких. Ну, только по-другому они будут выглядеть. Я вот еще насчет этого не знаю. Может быть, елочки будут стоять. Точно. Еще не знаю. Вот насчет этого ландшафтного дизайна еще ничего не придумал. Опять забыл сделать вот здесь ограждение. Надо сейчас прям будет сделать. Сверху третий этаж. Хочется сделать такие башенки. Правда, еще пока не знаю. Ну, наверное, здесь буду делать. Потому что и так уже у меня мало тут деталей. Ну, вот, как вы видите. Мало деталей, чтобы завершить. Ну, вроде кажется, да? Много-много, да? Нифига. Вот таких деталей. Если были бы все у меня, тогда много было бы деталей. А мне не хватает. Это мало, значит. Так, тут такая простая логика. Ну, и в принципе, это все. С вами был я, Марк Леговой. Спасибо всем большое, что посмотрели мой влог. Надеюсь, он вам понравился. Свои идеи предлагайте в комментарии. Я их всех буду читать. Не забываем открывать комментарии, чтобы я смог вам еще и отвечать. Так, это армия готовая гунганов и дроидов. Это техника вся. Думаю, будет классно. Хотел также сделать взрыв еще здесь, но не знаю, что-то не получается. Посмотрим, может быть, и сделаю. Я хочу взрыв именно сделать не просто там огонек, а именно использовать черные, красные, ярко-красные, ярко-желтые детали, чтобы использовать прям, ну, сделать именно реально в момент взрыва. Будет смотреться прикольно. Кто смотрел лего-фильм, знают, какие там были взрывы. Прям из лего-деталей вот тот поймет. Я хочу прям такой экшн-взрыв сделать. Ну, а может быть и нет. Поэтому вот такие вот пироги. Да. Так, ну и в принципе это все. Все. Всем спасибо большое за просмотр данного видео. Надеюсь, вам оно понравилось. И кто уже, не знаю, кому не жалко, присылайте такие детальки. Да, еще раз говорю. Адрес в описании. Так. Ну и в принципе, что я хотел еще сказать. Все. С вами был Ямур Кликобой. Всем спасибо большое за просмотр. Сот раз повторяю. Пока.